Здравствуйте! Представляем вам подборку самых интересных и важных новостей недели. Мы расскажем вам о природном голубом топливе, которое наконец-таки появится в нашем городе. Ждать осталось недолго, обещают специалисты. Пройдемся в обуви там, где в скором времени можно будет прокатиться на коньках. Для автомобилистов нынешних и будущих расскажем о нововведениях. И как же без зверей тигрят покажем и других животных в заказнике Полтавский. В студии Екатерина Рехтина. Начинаем! Режим чрезвычайной ситуации снят в Уссурийске. Напомним, из-за паводка в августе этого года в округе начал функционировать ЧАЭС. Действовал который 4 месяца в самом городе, Алексей Никольской территории, Пушкинской, Пуциловской и Краснояровской территориях. В Управлении по делам гражданской обороны сообщили, что на данный момент обстановка в округе стабилизировалась, последствия ликвидированы. При этом в Уссурийске сохраняется локальный режим ЧАЭС в районе дома Попушкина 151, где обрушилась стена аварийного дома. Уссурийск подключили к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. На первом этапе голубым топливом обеспечат население микрорайона Радужного и Котельные города. Подробности далее в сюжете. Продолжение следует... Перед тем, как врезать Уссурийск в магистральную трубу, было проделано много работы. Специалисты «Газпрома» приварили так называемый разрезный тройник, через который голубое топливо и попадет в газопровод города. Затем газ поступает на станцию. Здесь очищается, подогревается до необходимой температуры, а также наделяется специальным неприятным запахом для быстрого обнаружения возможных утечек. Вся информация с магистрального газопровода стекается в Приморское линейное управление. У нас одновременно в режиме реального времени приходят сигналы. Информация поступает из 39 контрольных пунктов. С каждого контрольного пункта поступает примерно 200 сигналов. Специалисты отмечают, что наш город готов к переходу на голубое топливо. Котельные переоборудованы и оснащены специальными установками. Построено три линии газопровода. Все зависит от разрешительных документов, которыми сейчас занимаются специалисты «Газпрома». Переход на природный газ позволит снизить стоимость коммунальных услуг для жителей Уссурийска, так как это топливо значительно дешевле мазута. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Санитарную обрезку деревьев делают в Уссурийске. По улице Агеева растения приводят в порядок. Спиливают сухие ветки, убирают аварийные насаждения. Работы проходят по муниципальной программе. Управление благоустройства заключило в целом пять контрактов с подрядными организациями. Два уже исполнены по улице Ленина и на территории детских садов и школ. Сейчас снос аварийных деревьев, санитарно омолаживающую обрезку, ведут почти по всей Агеева в границах от Достоевского до Краснознаменной. Через несколько дней подрядчик перейдет на Ленинградскую от Комарова до Агеева. Работают только на муниципальной земле. Если необходимо спилить дерево или обрезать ветки возле дома, нужно обратиться с заявлением в Управление благоустройства на Некрасово, 66, кабинет 124. Работы с зелеными насаждениями проводятся именно в зимний период, либо ранней весной. Это связано с биологической особенностью деревьев. До начала сокодвижения, чтобы меньше повредить деревья. Мы хотим сохранить наш город зеленым. Все эти работы носят вынужденный характер, чтобы исключить какую-либо опасность падения сухих ветвей на людей, на транспорт. Обновление оборудования, замена трансформаторных подстанций, возведение дополнительных линий. Даже в зимний период уссурийские электросети не прекращают рабочий процесс. В декабре предприятие отметит 85-ю годовщину с момента основания. С какими результатами подошли к юбилею, узнавала Ольга Муравьева. Трансформаторная подстанция старого типа. А вот современный аналог. Все оборудование новое. Привезли недавно с завода. Уссурийской электросети вот-вот исполнится 85 лет. Дата внушительная, как и мощь организации. На сегодняшний день подачу тока специалисты обеспечивают в 22 тысячи точек по городу. Ни для кого не секрет, что город развивается. Строится очень много многоквартирных жилых домов, которые, естественно, сейчас пошла большая тенденция еще многоквартирных жилых домов с электроопогревом. Это еще более дополнительная нагрузка именно на сети электроснабжения. Поэтому, чтобы обеспечить качественное и надежное потребление, работу всей этой сети, необходимо проводить реконструкцию, ремонт, замену новых объектов в эксплуатацию. Здесь работает большой абонентский отдел. Ежедневно десятки, а то и сотни посетителей приходят. Все вопросы по отключению света, по увеличению мощности, по проверке счетчиков решаются именно в этом кабинете. А вот контролеры работают, как говорится, в полях. Их задача – не допустить хищения электроэнергии. Такие случаи по городу есть. В отделе работает около 32 человек. Работа у них как бы непростая. В основном частный сектор они обслуживают. И поэтому как бы доступ в основном затруднен в эти дома. Не менее ответственная задача лежит на следующем звене – службе наружного освещения. Буквально на днях на улице Воложенина в Темирязевском появится свет. Много лет местные жители просили здесь установить фонари. В этом году населенный пункт попал в программу обновления. 16 светильников установят на объекте. Протяженность новой линии составит полкилометра. Производим монтаж оголовников, светильников на данной улице, улице Воложенина. Это давно уже напрашивался вопрос о освещении в прескольной территории. Потому что дети в школу ходят. Пешеходный переход тут на данный момент тоже нужно освятить. Такая работа проходит регулярно. Только в этом году на нескольких улицах города появился уличный цвет. В целом же по округу с 2017 по 2019 установлено 73 опоры для фонарей и 359 светильников. И это лишь малая часть того, что делают уссурийские электросети. Ольга Муравьева, Антон Выцеховский, Телемикс. Земли многодетным раздали в администрации округа. В 11-й раз прошла жеребьевка, в которой приняли участие 12 семей. Подробности узнавала наша съемочная группа. Администрация жеребьевка сегодня проводит очередную процедуру пересадения земельных участков жеребьевка. Уже 11-я по счету жеребьевка в этом году прошла в администрации округа. Многодетным семьям, которые захотели стать обладателями собственной земли, предложили участки в воздвиженке. В целом 30 участков в собственность для личного пользования. Перед жеребьевкой мы озвучиваем, какие земельные участки сегодня будут участвовать в жеребьевке. И люди уже сами для себя решают, будут они участвовать или нет. Если они решили участвовать, то они проходят регистрацию. Из специальной урны, куда предварительно кладутся в перемешку координаты, претенденты на участок по очереди достают листок. Виктория Амаргиева ждала этого момента два года. После рождения третьего ребенка семье потребовалось больше квадратных метров. Из интернета женщина узнала о законе и решила принять участие. У нас трое детей в семье, два сына и дочь. И хотелось бы, конечно, если получится, построить дом. Все-таки это очень важно, когда большая семья. Хотелось бы, чтобы у каждого была своя комната, свой земельный участок, чтобы можно было выращивать овощи для деток. За период действия закона семьям было предоставлено 1700 участков. В этом году 113 территорий нашли своих владельцев. Жеребьевка проходит каждый месяц. В этот раз обладателями собственного кусочка земли, размер которого от 700 до 2000 квадратных метров, стали 12 человек. Земельные участки предоставляются семьям с тремя и более детьми. Граждане, которые соответствуют закону краевому 837-му о бесплатном предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан, соответственно, могут подать заявление в многофункциональный центр. В этот день участники жеребьевки получили лишь координаты. Увидеть свой участок, уточнить размеры и посмотреть рельеф можно на сайте Росреестра. В этом году раздача земель еще не закончена. Последняя будет в декабре. Туда приглашают многодетных жителей округа в порядке очереди. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс. Сдать тест на ВИЧ-инфекцию теперь станет проще. В Уссурийске начинают работу аутрич-центр, где можно будет пройти бесплатное анонимное тестирование на наличие вируса. Акция Stop Speed продолжается. По последним данным в России, число людей с вирусом иммунодефицита превысило миллион человек. Об этом сообщил Центр по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией. Более всего заболеванию подвержены мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет. И это только те, кто зарегистрирован. ВИЧ в большинстве случаев долгое время проходит бессимптомно. Многие инфицированные могут не догадываться о болезни. Именно поэтому в Сурицам предлагают узнать свой статус. Аутрич-офис расположен в здании аптеки номер 3 по улице Некрасова, 49. И будет работать еженедельно по понедельникам с 10 до 11 часов. Противовирусную терапию детям с гепатитом С начали проводить в Приморье. Причем наш край стал работать в этом направлении одним из первых в России. Раньше такую помощь оказывали только в Москве. Два 15-летних пациента уже начали лечение и получают современные противовирусные препараты в клинической инфекционной больнице. Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморье, все лечение для пациентов бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. Планируется, что в следующем году больница сможет взять на себя лечение пациентов уже 11-12 лет. По данным Центра вирусных гепатитов Края, сегодня в регистре больных, которые страдают гепатитом С, насчитывается больше 17 тысяч пациентов, из которых 63 ребенка. Записаться на прием в Центр вирусных гепатитов Края можно по понедельникам и средам с 2 до 3 дня по телефону 8-42-32-41-46-12. Катка на стадионе «Патриот» в этом году не будет. На территории идет ремонт, готовится трасса для спидвэя. Но уссурийцам не стоит отчаиваться. Дополнительный лед во время новогодних праздников предоставят на крытой арене и двух городских катках. Привычного катка на стадионе «Патриот» уссурийцы в декабре не дождутся. На территории идет ремонт, готовят трассу для спидвэя. Заливать лед здесь начнут уже через полторы-две недели, как обещает подрядчик. Но прийти покататься жители смогут только в начале следующего года. Все меры в целях безопасности. Незаконченное строительство, пускать людей лучше себя остерегать и беспокоиться о своем здоровье. Поэтому, чтобы в избежание разных ситуаций конфузных, мы решили предостеречься и запустить стадион с 13 числа. Но если все будет нормально, мы обязательно уведомим через службу массовой информации о том, что стадион будет запущен ранее, в период новогодних и рождественских праздников. На стадионе «Патриот» уже сделали крытый бокс для хранения мотоциклов. Сейчас готовят мототрек, строят судейскую рубку, укладывают кабель для освещения, который будет работать и во время проката с января 2020-го. Будут монтироваться опоры под освещение, то есть будет установлено 20 опор. Будет монтироваться видео, оборудование световое, оборудование дополнительное, так называемый светофор. Для этого сейчас проводится укладка самого непосредственно силового кабеля. Но чтобы горожане смогли чаще кататься на новогодних каникулах, лед сделают более доступным в других местах. На крытой арене со 2 по 5 января площадка будет доступна с часу дня до 9 вечера. Детям до 18 лет вход бесплатный. Для жителей старше 18 лет 250 рублей вход на каток. Аренда спортивного инвентаря, то есть коньков, 200 рублей с человека. Независимо это молодой, до 18 лет, либо после 18 лет, потому что у нас инвентарь, он изнашивается, ну и для того, чтобы нам проводить покупку, ремонт и так далее с спортинвентарем. На катки стадионов «Локомотив» и городской несовершеннолетним вход также бесплатный. Только при себе нужно иметь документ, который будет подтверждать возраст. Всем, кто старше 18 лет, 200 рублей. На всех пунктах проката будут работать буфеты, чтобы посетители смогли попить горячие напитки, согреться и перекусить. Также бесплатный каток будет на центральной площади возле главной городской елки. Екатерина Рехтина, Роман Адонин, Телемикс. Девятиэтажка горит в Уссурийске. Задымление обнаружено на шестом этаже. Студенческого общежития. Еще до приезда спасателей пожару присвоен повышенный номер сложности. Такова легенда учений. Оперативно, вовремя, с соблюдением всех требований. И наша съемочная группа включилась в тушение условного огня. В 10.00 поступил сигнал на пульт пожарной охраны. Минута на сборы и вот специалисты по борьбе с огнем на месте. Действуют без промедлений, ведь горит жилое общежитие. В считанные минуты сотрудники развертывают рукава и идут туда, где опасно. Так начались учения спасателей. Первый, второй, третий пожар на шестом этаже. Поиск людей, нахождение источника огня, возможно эвакуация и постоянный отчет в диспетчерскую. У каждого в команде спасателей четкая задача. Локализация огня в общежитии участвует 38 человек личного состава. К дому все еще продолжает стягиваться техника. Задача усложнилась. На верхних этажах оказались заблокированы люди. На шестом тушат огонь. С седьмого и восьмого эвакуируют пострадавших. На месте восемь автоцистерн и лестница. Часть машин отправлена на дозаправку. Организовалось тушение пожара на шестом этаже двумя звеньями ГЗДС. В том числе одно звено ГЗДС по автолестнице подавалось у нас. Остальные звенья ГЗДС были отправлены на поиск людей на выше расположенные этажи. Именно такие учения позволяют сотрудникам МЧС добиться слаженности и оперативности в реальных условиях работы. Ведь в момент тушения спасатели всегда отвечают за чью-то жизнь. Семь раз в год устраивают подобные тактические учения. На этом все спасены. Пожар локализован и действия оценены на удовлетворительно. Кстати, четверок и пятерок тут не ставят. Ведь всегда в работе спасателей должно быть осознание, что есть к чему стремиться. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Сдавать экзамены на водительские права на автодроме скоро не понадобится. О таких планах заявила госавтоинспекция. Навыки управления машиной ученики автошкол смогут демонстрировать только в городе. По предварительным данным, изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года. И коснется трех основных водительских категорий – Б, С и Д. Сейчас постановление находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром. Напомним, что в прошлом году подобные перемены в правилах уже планировались. В ГИБДД хотели объединить этапы площадка и город. Однако это нововведение так и не вступило в силу. На данный момент экзамен продолжают сдавать в привычной форме. Аннулировать регистрацию машины могут за автотюнинг. В ГИБДД беспокоятся из-за частых изменений в конструкциях транспортных средств, которые во многом не соответствуют законным требованиям. Например, это установка железных бамперов, стекла с цветными пленками, которые ограничивают обзор водителю, дополнительный свет. И другие элементы, которые не предусмотрены изгодовителем авто. За управление транспортом, устройство которого не соответствует требованиям, предусмотрена административная ответственность. За последние два года в Приморье наказали уже больше 40 тысяч водителей. Регистрация таких средств передвижения аннулируется. Чтобы выяснить, возможно ли внести изменения в ваш автомобиль, или обратитесь в ГИБДД в Уссурийске по Тургенево 152. Прием идет по понедельникам с 8 утра до 12 дня. Осмотр транспорта с 13 до 17 часов. 4 декабря все 11-классники страны написали важное сочинение. Это работа, допуск к единому государственному экзамену. Уссурийские выпускники приступили к заданию ровно в 10 утра. Какие темы ждали ученики? И про что в итоге пришлось писать, расскажем в нашем сюжете из 30-й школы. Кабинеты 30-й школы в ожидании учеников. Сегодня итоговое сочинение пишут все 11-классники. Условия, как и на ЕГЭ. Сумки, средства, связи с собой не брать. Выходить строго под надзором наблюдателей. Инструктаж в начале, и можно приступать к делу. С начала учебного года выпускников готовили по пяти направлениям. Это 150-летие книги «Война и мир». Добро и зло, гордость и смирение. Он и она, надежда и отчаяние. Каждый школьник должен суметь подобрать произведения и работать по этой книге. Конечно же, умение ребенка сориентироваться, привести аргументацию уместную, да, и обязательно проанализировать произведение, не пересказать его. Вот, в общем-то, эти умения, они покажут нам сегодня. Я думаю, что все будет хорошо. Некоторые школьники признаются сразу. По направлению 150 лет книги «Война и мир» готовились мало. Говорят, слишком объемная работа, огромное количество персонажей и тяжелое произведение. Поэтому внимание уделили другому. Я прочитала достаточно много произведений, но прям такое самое универсальное. Это «Капитанская дочка» Пушкина. Это произведение можно применить и к добру, и злу, и к направлению он, и она, и надежды, и отчаяния. Поэтому советую всем прочитать на будущее. Задавали много читать, много писали сочинений, в классе готовились, так сказать. Ну и, наверное, все. Не страшно сегодня? Нет. Пять тем для Приморского края в школы прислали за 15 минут до начала работы. Например, что помогает человеку не отчаяться в сложной жизненной ситуации? Меняется ли со временем понятие о добре и зле? Чем можно и нужно гордиться? На написание сочинения у школьников почти 4 часа. Проверять копии будут в школе, оригиналы отправят во Владивосток. Результаты? Зачет, не зачет? Ученики узнают примерно через 10 дней. Если кто-то не справится с работой, будет шанс переписать сочинения позже. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Старые столбы, линии электропередач убирают в Уссурийске. Напомним, что за внутридомовые сети отвечают собственники жилья. Оборудование за пределами частной территории должны обслуживать предприятия. В нашем округе работают три сетевых организации. Уссурийская электросеть, ДРСК и Оборонэнерго. Компании чаще отходят от эксплуатации деревянных опор и используют железобетонные. Если возле вашего дома столб покосился, необходимо обратиться в предприятие, которое обслуживает ваш район. Например, жители улицы Нарководов попросили о помощи своего депутата на встрече. Виталий Мутовин обратился от имени своих избирателей в Уссурийская электросеть. Специалисты выехали на место и убрали ненужный объект. Старые бетонные основания уберут уже после зимы, с потеплением. Работу делают бесплатно, поскольку сети на балансе предприятия. Необходимо лишь заявление. Редкие видеокадры трех уссурийских тигрят сняла фотоловушка на территории земли леопарда. Малыши ждали маму с охотой и решили поиграть. Перед камерой животные провели несколько часов. Дикие котята устроили небольшую тренировку, словно учились сами добывать пропитание. Специалисты Центра земля леопарда рассказали, что полосатым 4 месяца – это самый игривый период в жизни. За таким занятием звери отрабатывают все типы поведения, которые встретятся во взрослой жизни. Потренировали прыжки, укусы и броски. Краснокнижные обитатели даже делили условную добычу. Надели просто кусок дерева. Напомним, уссурийский тигр – самый крупный и северный подвид на земле. Насчитывается таких особей около 580. По данным исследований, на территории земли леопарда более 30 взрослых полосатых. Косуля, пятнистый олень, кабан, фазан, тигр и леопард – все эти животные завсегдаты заказника полтавский. Комфортную среду обитания для лесных жителей обеспечивает охотнадзор. Благодаря работе сотрудников число браконьерских преступлений снижается, а популяция различных видов таежной живности растет. Что для этого приходится делать инспекторам, узнавала наш корреспондент Марина Роман. Этот дикий кабан вместе со своими сородичами без страха разгуливает в дикой природе. Благоприятные условия для обитателей тайги создают сотрудники охотнадзора. Просторы заказника полтавский раскинулись более чем на 100 тысяч гектаров. Богатый разнообразием животного, растительного мира и красивыми ландшафтами часто становится привлекательным для отдыха. Например, Малоказачинское водохранилище. Здесь можно находиться и даже рыбачить, но соблюдая правила. Однако протоколы на правонарушителей составляют постоянно. Такие действия, как нахождение на данной территории собаками, не находящимися на привязи, передвижение стоянки механических транспортных средств вне дорог общего пользования, разбивка биоуаков, палка остров, захламление бытовыми промышленными отходами данной территории является нарушением режима особой охраны заказника полтавский, за что предусмотрена ответственность по статье 8.39 Кодекса инициативного правонарушения. А это как минимум штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Тех, кто хочет полакомиться дичью или на ней заработать, много. Ради незаконной добычи в ход идут разные средства. Попытки задавить машиной или нанести увечья инспектору охотнодзора нередки. А чтобы избежать погони, браконьеры расставляют на дорогах самодельные шипы. За один рейд у специалистов может уйти не один комплект шин. Но когда нарушители попадаются, наказание неизбежно. В багажном отделе лежало 5 единиц незарегистрированного оружия и одна свежедобытая особа оленя-пеннистая. По данному факту было воспреждено уголовное дело. И люди, которые занимались этими делами, они поднесли ответственность. Для учета численности таежных жителей сотрудники охотнодзора выставляют автоматические фотоловушки. Но нигде захочется. Сначала инспекторы ищут хорошо протоптанную тропу, а затем уже рядом закрепляют устройство. Благодаря данным с него отслеживают популяцию и состояние лесных обитателей. Сейчас мы ставим на предмет обнаружения, ну, по большому счету, кабана. Ну, я думаю, что здесь будет и олени. Ранее на фотоловушку попадались леопарды, медведи, различные парнокопытные. По дороге на самую высокую точку заказника, гору Викторию, нам встретились не только кабаны и фазаны, но также косули и пятнистые олени. А еще тигр. Только самого хозяина тайги мы не застали. А вот следы присутствия зверя четко отпечатались на снегу. Спустившись по заснеженному бездорожью с самой высокой точки заказника, мы остановились подкормить животных. По всей территории Полтавского обустроено 10 комплексных кормушек. Ежемесячно сотрудники охотнодзора выезжают для того, чтобы улучшить кормовую базу лесных обитателей. Телемикс несет свою лепту. Для этого необходимо раскидать кукурузные початки. С высоты птичьего полета открываются виды на Полтавский, а вдали виднеется земля леопарда. Зимой инспекторы регулярно подкармливают зверей различным зерном и солью. Заказник Полтавский был создан 63 года назад для того, чтобы сохранить и увеличить численность фазанов. Но теперь это касается и других животных, особенно редких и исчезающих видов. Только за последние три месяца сотрудники охотнодзора составили 10 протоколов. По административным нарушениям изъяли два огнестрельных оружия. Против браконьеров возбуждено одно уголовное дело. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Новогодние подарки от губернатора Приморья начнут развозить 11 декабря. Сладости получат почти 200 тысяч ребят из разных городов и районов края. В этом году в состав праздничного сюрприза войдут лакомства от фабрики «Приморский кондитер». Среди них конфеты «Дальневосточная мишка», «Кот-скороход», «Артемка» и другие. Вес каждого сладкого презента 650 граммов. Напомним, ранее антимонопольная служба отменила результаты торгов на поставку новогодних подарков. В результате аукционной едва не победила компания из Иваново. Приморский кондитер оспорил решение. Позже закупку возобновили. Новые торги назначали на 18 декабря. Однако определить подрядчика, который соберет и доставит сладости детям, удалось намного раньше. Фабрика «Приморский кондитер» выступила с предложением. Компания давала скидку 9% на первоначальную общую стоимость закупки. Акция действовала всего два дня. В таких выгодных условиях законодательство позволяет заключать договор с подрядчиком без аукциона. Молочная продукция «Заречная» в Уссурийске. На мини-рынке «Исток» открылся специальный ларек, куда ежедневно поставляют товар местного сельхозпроизводителя. В ассортименте более 10 наименований цены приятно радуют состав продукции. Удивляет своей натуральностью. Наша съемочная группа отправилась выяснить, почем нынче хорошее молоко. Небольшой ларек молочной продукции. Место расположения – мини-рынок «Исток». Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Заречная» уверен – главное – качество товара, а не картинка. Очень долго искала молоко, которое можно было бы приобрести с составом очень натурального молока. То есть я, так как уже знаю молоко по всему городу, то это мне показалось самое вкусное. Еще бы вкусным ему не быть. Ведь в составе только натуральный продукт. В продаже кефир, ряженка, сыворотка, несколько разновидностей йогуртов и творог. Например, цельное молоко стоит здесь 75 рублей за литр. Свежий товар производитель поставляет сюда ежедневно, а уссурийцы все больше входят во вкус. Ведь цена приемлемая, качество отменное. Мы вне конкуренции, уверены сотрудники «Заречного». Покупатели вот с 29 числа мы работаем, приходили уже, пробовали и приходят и говорят – очень вкусно приходят к нам. Возвращаются люди. Каждый день сегодня ходит автомобиль специально для города Уссурийска, закреплен автомобиль. Сегодня продукция ежедневно поступает в этот магазин. С 29 числа этот магазин функционирует. Также планируем сюда поставку телятины своего производства. Буквально через неделю она зайдет на прилавки этого морского ларька. Ларек молочной продукции «Заречная» работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера. За вкусными, натуральными и приемлемым по цене товаром спешите на Горького 41. Ольга Муравьева, Антон Вацеховский, Телемикс. Такой была эта неделя. Мы продолжим собирать для вас самые интересные новости. В студии работала Екатерина Рехтина. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин